Путешествия, путешествия, одиночки, путешествия, путешествия, одиночки. Еще девица не видно в баре, лаки невежлив и угрюм, и в крепкой чудице сигаре американский едкий ум. Этот ли город в своем воображении посетил Осип Мандештам, когда писал эти строки в 1913 году, я не знаю. Но многие говорят, что именно о нем идет речь. И объясняют это просто. Штат и главный город, о котором пойдет речь сегодня, без преувеличения, наверное, самый интеллигентный и самый образованный в США. Не говоря уже о том, что именно с него началась история создания этой страны. Я думаю, вы уже догадались, о каком городе и штате я говорю. Именно здесь началась война за независимость. Здесь начались первые волнения и негодования. Здесь также находятся самые древние учебные заведения и самые известные в США. Да и не только в США. Субтитры создавал DimaTorzok В этом деле главное не промахнуться с фокусом. О, я вроде нашел точку. Мой оператор, познакомьтесь. Я вас уже с этим знакомил. И у меня сегодня новый коллега. Это задний фон, очень дорогой. Специально нарисованный, сфотографированный. От фотошопины для этого проекта. Это все говорит о моем серьезном настрое рассказать сегодня о штате Массачусетс и о городе Бостон. Бостон встретил меня пронзительно нежным и вкратчиво кротким безразличием. Буйство красок и раздирающий войс сирен, доносящихся из потока отполированных машин, свидетельствовало о наличии полиции и других спецслужб, которые здесь как-то по-другому звучат. Очень резко и раздражающе. Но вот первая волна отхлынула и на песке города вырисовывается вежливое отношение водителей, да и в целом социальная аккуратность во всей ее красе. И это не может не радовать и удивлять. Хотя, если копнуть, то полезет такое, что в принципе не формат нашего сегодняшнего повествования. Бостон, как каждый из себя уважающий город, имеет свою кличку. Бобовый город. Почему? Да, очень просто. Объясняется это тем, что колонисты любили специальное блюдо, основным ингредиентом которого являлись бобы. Впечатления первые были, конечно, очень сильные. И впечатление было, как будто мы приехали в кино. Считается, что Бостон – столица Новой Англии. Один из самых посещаемых, густонаселенных и известных городов Америки. Первое время, когда мы приехали, единственный контакт с внешним миром был через школу, куда наши дети начали ходить. И очень интересно было отношение учителей. Они сперва были очень холодные, очень такие отдаленные и даже критиковали, как мои дети не понимают английский, что им надо быстро научиться, что вот они все не так делают и так далее. А потом та же самая учительница письма писала моей дочке года 3-4. Мне было очень странно, почему американцы такие, понимаете? Слово «Массачусетс» переводится как «у большого холма» или «люди, живущие у большого холма». Вероятно, речь идет о большом синем холме недалеко от Бостона. Бостон – город очень вежливый, все люди ведут себя очень вежливо. Конечно, есть немного, есть какая-то холодноватость, наверное, чапорность буританского прошлого. Люди держат вежливую дистанцию, но при всем этом высказывается их вежливость. Они пытаются быть приятными, при этом не переходя к грани личных отношений. Есть какая-то… это не дружелюбность, а просто они воспитаны так, что им надо держать контакт с людьми, им надо поощрять, что люди… Люди очень тепло у нас приняли. Наверное, первое, самое главное ощущение – это было, что лица людей были очень беззаботные и дружелюбные. И всегда это заметно. То есть, чтобы быть близким с человеком, надо очень много времени. Но при всем при этом никто не будет грубить или хамить. С жителями постсоветского пространства такое бывает мало. То есть, такой вежливости нечасто встречаешь. Тем более, когда идет вопрос об обслуживании в магазинах или просто вопрос незнакомого человека на улице. У нас нет формальностей. Понимаете, у нас очень такие близкие человеческие отношения. С американцами очень близкие отношения, но это формальные отношения. Вот в этом самая большая разница. Они теплые, они дружелюбные. У меня всегда хорошие отношения, хорошие воспоминания. Но это совсем другие отношения. Я не могу сказать, что у меня есть друзья американцы, у меня есть знакомые американцы. С россиянами ты можешь стать другом. Там есть дружба. Здесь нету дружбы. Здесь есть хорошие отношения. Очень мало здесь друзей. А у нас до сих пор, вот через 20 лет, наши друзья – это те, которые из бывшего Союза. Многие считают, что характер Бостона очень похож на Лондон. Это и правда так. И в Бостоне сочетается несочетаемое. Старые постройки кирпичные с железностеклянными, железобетонными конструкциями непонятных размеров и форм. Но это и является, наверное, фишкой города, его изюминкой. И нравы здесь соответствуют архитектуре. Тут модные продвинутые клубы соседствуют и милы, уживаются с азартными шахматистами. Датой выпуска которых – начало прошлого века. Кстати, о дедушках и бабушках. Старенькие бабушки и дедушки за рулем – это не сказка и не анекдот. Скорее, жестокая действительность. И несмотря на всю толерантность к преклонному возрасту, надо быть крайне внимательным за рулем. Недаром сами американцы рассказывают историю, как одна бабушка говорит другой. Вот, ноги не ходят, руки не держат, слепну, милочка, да и слух пропал. Благо, машина есть. Немного об истории Бостона. В 1620 году у берегов Кейп-Кода высадились пассажиры торгового судна «Мейфлауэр», покинувшее Англию прельгиозным соображением. Именно они основали на территории Массачуссуса первое европейское поселение – Плимутскую колонию. Перед окончательной высадкой в Плимуте они подписали «Мейфлауэрское соглашение», которое считается первой конституцией Соединенных Штатов Америки. Ровно через 150 лет именно потомки этих самых непокорных пуритан помогли Америке стать независимой. Бостон славится не только университетами, профессурой, студентами, тусовками, клубами, но и музеями. В штате Массачуссетс есть очень интересный музей автомобилей. Как это обычно бывает, богатые люди позволяли себе роскошь иметь ни одну, ни две, ни три железные лошади. И потом все это куда девать? Ну, скорее всего, превращается в музей. В Бруклине, штат Массачуссетс, расположена старейшая в США коллекция автомобилей – музей Ларса Андерсона. Основатель коллекции свою первую безлошадную коляску приобрел в 1899 году. В последующие десятилетия он сменил по крайней мере 32 автомобиля, оставляя у себя старые. Позже музей был подарен городу Бруклину. В настоящее время в экспозиции музея, кроме старинных автомобилей, можно увидеть 24 конных экипажа, 6 саней и коллекцию старинных велосипедов. Кроме того, на базе музея постоянно проводятся различные мероприятия, привлекающие автолюбители со всего северо-востока США, многие из которых приезжают на собственных редких автомобилях. Попадая в эти помещения, вдыхая тупы и невольно задумываешься, почему у человека такое особое отношение к этим, извините за выражение, экспонатам. Почему учащается пульс и сердце бьет не в такт, когда приближаешься к отполированной роскоши давно минувших дней? Но тут мысль, вдруг и так не кстати о нашем автопроме отрезвляет. Почему 100 лет назад машины забугорные и интереснее, чем наши сегодняшние? А просто доливаем. Почему наш автопром вышел на новый виток тупика развития при нереальных гонорарах автоконструкторов? И почему, если по теории что-то не работает и известно почему, а на практике что-то работает, но неизвестно почему, мы всегда совмещаем. У нас ничего не работает и неизвестно почему. Но все же, мне кажется, надежда есть. Там, конечно, поражает, как профессионально работает агит-машина, механизм пропаганды и пиар-технологии. Как управляют массами, этому надо, конечно, поучиться. Начиная от иерархии ценностей и заканчивая самыми банальными задачами. Вот возьмем, к примеру, один только пункт. Как отработана выборная технология? Там реально верят, что их голод что-то значит и что они причастны. Если вы случайно выскажете свои сомнения, то наткнетесь на стену непонимания и полнейшего нежелания вникать в суть. Ответом вам будет, да вы просто цинники, да вы все оттуда недоверчивые, во всем ищите подвох. Теория заговора – вот что у вас в голове. У жителей постсоветского пространства очень сильно развитое паранойя чувство теории конспирации. Наверное, связано с тем, что в советское время было очень сильное государство без какой-либо оппозиции, кроме там нескольких диссидентов. А в постсоветское время уже во всех постсоветских странах есть очень сильное правительство и очень слабая оппозиция. То есть все время люди, которые на верхушке, делают то, что они хотят. И очень слабая пиар-машина пытается все это высказать в очень хорошем свете. В Америке все это работает немного по-другому. Во-первых, там нет, чтобы была только одна сила. То есть две основные силы – демократы и республиканцы. То есть очень много разных групп, у которых свои интересы, свои финансы, свои ресурсы, которые они бросают в дело. Поэтому нет этого чувства, что, мол, есть всесильная какая-то группа, и она все решает и потом представляет это по-своему. Плюс американцы с малого розраста урастают патриотами. Поэтому мы видим две крайности. С одной стороны, это постсоветский гражданин, которым все время кажется, что все, что происходит в мире, все это конспирация. И ничего, что говорится по телевизору или что говорят политики, ничего ни слова не может быть правильным. И другая крайность. Местные жители, американцы, которым кажется, что все, что говорится, это святая правда. И правда, может, мы слишком заморочены и надо ко всему относиться проще. Выйти толпой с флажками, помахать своему президенту и его супруге, порадоваться за них, за себя. А зрелище, конечно, еще то. И все же грызут меня мысли черные и лукавые. Червь недоверия раздобрел на пропагандистских харчах и предвыборном фарсе. Как же легко, создавая видимый эффект борьбы, рулить процессом. Дуализм присущ человеческому мышлению. Вот они и пошли, начиная с АЗОВ, с альмоматор психологической науки. Неужели она, столь мощная держава, позволит не профи, мягко говоря, то бишь простому народу, вершить судьбу человечества? Ведь для того, чтобы выбрать, нужны знания, материалы, умения, навык. Ну а основной поток электората – это несведующие в политике люди. Вот и получается нестыковочка. Это и есть основная разница между менталитетами постсоветского пространства и местных этилем. Вот это вера в конспирацию и вера в правительство. Я должна согласиться. Все пестро здесь, где-то алиповато, многое, на мой взгляд, жестко диссонирует. И в этой бурной эклектике наши соотечественники нашли свою гавань. Почему и что им пришлось пройти, постараюсь сегодня выяснить. Языковые проблемы преследовали нас несколько лет. Хотя мы и проходили английский в школе, в институте, но как по приезде оказалось, что, в общем-то, сложности есть. И сложности длились годами. Я, смотря телевизор, все время думал, будет ли когда-нибудь, когда я все начну понимать, что они говорят по телевизору. Оказалось, что время пришло через несколько лет. Мне кажется, все-таки нам повезло, что мы переехали, мы сразу начали жить в Бостоне, вот Бостон-эрия, Массачусетс. И хочу сказать, что у меня такое чувство, мы были в разных штатах, что очень большая разница между штатами. То, что мне очень нравилось в Советском Союзе, что у нас было, это была очень высокого уровня культура. Здесь культура тоже на потребителя. Но все-таки, мне кажется, Бостон очень отличается от других штатов, от других городов тем, что здесь все-таки культурная жизнь на хорошем уровне. Не могу, конечно, сравнить, но все-таки нам все это доступно. Я понимаю, что очень многим это недоступно, но в многих штатах они об этом и не знают. В Бостоне есть несколько музеев международного значения. Музей изящных искусств, музей науки. Есть также необычные музеи. Например, музей пива, детский музей, о котором, если позволит время, я сегодня расскажу, и просто трехэтажный аквариум. У нас достаточно обширная коллекция, начиная от безжалостных, но справедливых пираний, которые за считанные секунды расправляются с тушей пуйвола, заканчивая бесхарактерными, ну, в смысле, бесхребетными моллюсками и незнающими смерти медузами. На мой взгляд, они просто прокляты. За какие такие провинности, не знаю, могу только догадываться, но лишить живое существо смерти – это, на мой взгляд, чересчур. Этот аквариум самый первый такого размера. Здесь была придумана и реализована идея поставить большую бочку в три этажа и заселить ее прекрасными созданиями. Но мы не просто их показываем, мы просвещаем наших зрителей, рассказываем, как сберечь и как не допустить экологической катастрофы, как сохранить виды. И важно, что здесь работают в основном волонтеры. Это говорит о том, что мы все болеем душой за дело, которым занимаемся, и пришли сюда не за обогащение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Единственное, что немного напрягает, так это вода холодная и черепахи медленные. И все время к табличкам что-то приписывают. Вот недавно мы написали, чтобы рыб не кормили. А после российской экскурсии пришлось стирать приписку. Не только не кормили, но и пить не давали. Кстати, мы очень любим сказку о рыбаке и рыбке, и часто ее рассказываем. Так недавно маленькая девочка прокомментировала сказку Пушкина так. Эта сказка, говорит она, учит нас, что неуемный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведет человечество к экологической и гуманитарной катастрофе. Вот такие детки пошли позитивно. Бери, бери в ручке, ничего не бойся. Она немного ядовитая, но ничего, здесь скорая быстро приезжает. Ну а если серьезно, братья наши меньшие помогают нам лучше понять себя и общаясь с ними, мы многое открываем. Правда, часто такое, о чем говорил Генрих Гейне. И эта фраза, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю в данном случае рыб, здесь как никогда актуальна. Слушай, слышно, это так, какой, да? Слушай, слышно, есть. Один из самых посещаемых городков Массачусетса является Рокпорт. Но я хочу о нем рассказать не за то, что там находится красный домик, который побил все рекорды по количеству фотографий в стране. И не потому, что он очень аккуратный, милый и все такое. А потому, что с ним связана история, не имеющая ничего общего с туризмом. Хотя, как посмотреть? Одним словом, она красноречиво говорит о нравах и возможностях простых американцев. В данном случае я бы сказал американок. В 1856 году 200 женщин, вооружившись вилками, скалками и сковородками, как вы думаете, что вы чинили? Пройдясь по всему городу, разгромили все лавки со спиртным, все магазины и уничтожили запасы алкоголя. В знак несогласия с тем, что их мужья пьют. У нас бы вряд ли такое сработало. Могу себе представить последствия разбитого пол-литра в Древенске. А у них, как вы сейчас сказали бы, прокатило. И с тех пор, вплоть до 2005 года, Рокпорт считается городом-трезвенником. Сухой закон во всем своем великолепии. И может поэтому он один из самых посещаемых уголков США, а не потому, что там какой-то красный рвадский сарай стоит. Каждому же язвеннику хочется посмотреть, как вообще можно выжить без капли той самой. Ну, вроде живут. И вроде ничего. В 18 веке Массачусетс был крупным центром кораблестроения и торговли британских колоний. Но есть подводные камни. Жители были недовольны позицией митрополии и протестовали. Что вылилось в 1770 году в бойню. В буквальном смысле этого слова. Ну, а после, через три года, в 1773, известное всем бостонское чаепитие. Что такое бостонское чаепитие? На мой взгляд, это красивая история о том, как жители Массачусетса переоделись в индейцев, пробрались на британские корабли и сбросили оттуда дорогие сундуки с чаем. В знак своего протеста против налогов, против ограничений торговли и так далее. Мы жили несколько месяцев в Калифорнии, а теперь живем в Бостоне. Разница очень большая, как две разные страны. В Лос-Анджелесе было, как я уже сказал, как кино. А мой первый день приезда в Бостон, я помню очень хорошо, когда меня везли с аэропорта в Кембридж. У меня было такое впечатление, что я вернулся домой. Было очень похоже на Москву. И не случайно, что один из занимательных историй штата Массачусетс является история о салемских ведьмах. Это была реальная охота на ведьм с казнями, с кровожадными расправами и так далее. Все началось с двух детишек, которые заболели непонятной болезнью. Все почему-то посчитали, что виновна в этом их няня. Ну и пошло-поехало. 200 человек, по-моему, пострадало. И до сих пор эта история не забыта. И на этой веселой и позитивной ноте я прерываю свой рассказ о Бостоне и Массачусетсе. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Бостоне и Массачусетс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok